Приветствую вас на первом циничном канале и сегодня мы поговорим о том как стать счастливым как стать счастливым как хотя бы приблизиться к состоянию счастья как хотя бы перестать мучиться перестать испытывать сплошные мучения от жизни лично мне кажется что основная масса людей даже близко к этому не подошла потому что нас затачивали затачивали в рамках определенной парадигмы делу время потехе час эдакий серьезный человек который постоянно занят делом не разменивается на какие-то там неважные вещи то есть не разменивается собственно на свою жизнь а что такое дело я много раз говорил делу время это чужим приказанием время то есть исполнение чужих приказаний все время свое что-то час вот это есть потеха потеха это то что вам хочется а время это то чем вас насилует и поэтому надо уделять время собственно именно этому так вот но тут может возникнуть идея может быть так и надо может быть в этом есть самосовершенствование как говорится путь в царство небесное узок может быть это некий альтруизм может быть это некоторые даже христианская добродетель что вот человек постоянно самосовершенствуется преодолевает себя в чем-то не столько занят обеспечением себя сколько окружающих эдакий христианин альтруист друзья нет вспомните как к этой парадигме делу время потехе час вас подводили чем обосновывали не умеешь научим не хочешь заставим советского времени много многим знакомо это выражение я хорошо помню и нам это выражение даже преподносили что вот будете вы в армии это детям пятилетним говорили вот с вами там будут вот так с вами чеваниться никто не будет то есть грубо говоря сейчас вас насилуют умеренно а там уже нормально все будет вот в армии то поэтому заставим вы и поэтому говорить о том что какой-то альтруистичный человек вырастал там из советского человека который просто нагибали постоянно но это примерно то же самое что утверждать что петушок ну птица в смысле не подумайте плохого петушок умеет танцевать ему связывают крылышки так цирки некоторые работают ставят на сковородочку на горячую и включают определенную музыку петушок пляшет соответственно ножки это жарко он пляшет а потом какое-то время мы включают эту музыку он начинает плясать уже без горячей сковородки вот если утверждать что петух научился танцевать но овладел так сказать танцами но тогда да тогда наверное и советский союз альтруистов готовил но по большому счету это просто ломание личности и это просто издевательство так вот в результате вот этого издевательства человек не умеет получать удовольствие от жизни более того они ему претят он как бы парализован в них то есть когда ему даже перепадает этот самый потехе час он не знает что с этим часом делать и многие думают мне лучше поделаю там на час подольше больше сделаю они не знают что с этим часом делать это примерно то же самое что вы едете в течение целого дня должны ехать на машине со скоростью 120 а потом вам говорят ну ты 15 минут хочешь отдохнуть да но ехать надо еще вот но 15 минут у тебя есть просто открывать на 120 выходи 15 минут это как она не затормозила ну что выходи уже 15 минут пошли не хочешь но все значит едем дальше то же самое вы просто не успеете переключиться вы если выйдете то не поймете что там делать что вам с этой с целым часом потехи делать поэтому друзья что советую что советую делать чтобы научиться просто получать удовольствие как ни анекдоте там встречаются два одноклассника один там новый русский стал крутой другой бомж и бомж такой стоит уда здорово здорово ну бомж такой стоит черт пять дней уже не ел пять дней не ел одноклассников спрашивают слушай ну ты зверь зачем что так надо заставлять вот вот примерно то же самое на c заставлять друзья поэтому что советую сделайте себе недельное расписание распишите удовольствие который вы будете получать ежедневно сами себе распишите что вы будете даже насильно в себя впихивать удовольствие даже если вы ну скажем так на действия которые вроде как должны принести удовольствие даже если они не приносят например какой-то день у вас там будет музыка очень там музыки знаете кроме шумового загрязнения ну может быть кто-то знает но для основной массы вопрос актуальный кроме шумового загрязнения вы понимаете что такое музыка какой-то день у вас будет музыка весь вечером вы будете слушать музыку. Не вот эту дрянь, которую вам там в уши засовывают, а нормальную музыку. Так вот, классическую, например, или полуклассическую. Какой-то день у вас будут книги. Вот такие вещи, кстати говоря, это не так просто. Это удовольствие, да, но это не то же самое, что нажраться. Какой-то день вы нажрётесь, друзья, даже так. То есть вот эти вот свиные удовольствия, да вполне, в принципе, они идут, если они ограничены. Ещё есть одна иллюзия, которую как бы постоянно вталкивают, что если вы получаете удовольствие, то это легко. Для чего эта иллюзия вталкивается пропагандой? Чтобы вы никогда не развивались. Я вам вот примерно как скажу, что процентов 80 удовольствий по первости особенно нелегки. Их сложно получать. То есть нажраться легко, да, не спорю. Там бухло, еда, потрохушки, ну в принципе легко. Но это процентов 20 удовольствий, которые можно извлекать. По мере вашего развития процент будет всё меньше. Но основная масса удовольствий, они довольно-таки физически затратные. Они тяжелые, они дорогие, они тяжелые. Когда вы встретите рассвет на горе, это в горах где-нибудь, это офигенное удовольствие. Я помню, как встречал там в 20 с плюсом лет рассвет на Синае. Дух захватывало. Только ноги были как ломом перебиты при этом. Но я абстрагировался от боли. А потом спуск. И потом ноги были уже не ломом перебиты, а множественный перелом по ощущениям. У меня они не разгибались неделю. Но дух захватывало вот от этого солнца, которое восходило. И я видел его с Синаи. В подножье, там 2 с лишним километра высота. Подножье, там горы по километру высотой. Огромные горы. И до них сверху там 1,2 километра. Это просто что-то с чем-то. Вот. Можно ли сказать, что удовольствие? Да, несомненно. Можно ли сказать, что оно легко? Мягко говоря, нет. Мягко говоря, это не столько дорого, сколько физически затратно было. Поэтому для основной массы удовольствий вам придется себя каким-то образом напрягать, заставлять. Распишите все 7 дней. Какие удовольствия будете получать? Там, не знаю, общение с единомышленниками. Прекрасная вещь на самом деле. С равными людьми, с которыми вы можете чем-то обменяться. Там не только рассказать, но и послушать. Что-то у них почерпнуть. Отношения там межполовые. Да, если получается, то нормально. Нет так нет. Я бы не советовал биться в чем-то одном. Как бы, если все другое получается, а это не получается. Да хрен с ним. Не получаются отношения, значит, без отношений. Если вы живете в стране, где сухой закон, да, ну, забейте вы на бухло. Оно может быть в качестве одного из примитивных удовольствий. Но, грубо говоря, там, ломать шею ради него, да не стоит. Вот. Не знаю, в Эмиратах вы живете, там бухло или его нету, или оно дорогое. Блин, зачем? Много же другого чего-то. Дальше. Допустим, напишите себе один день путешествий в неделю. Но вы же не сможете путешествовать на один день. Именно этот один день вы замените чем-то. Вот у вас будет семь дней расписано, да? Один из семи путешествия. Вы берете это путешествие и дублируете чем-то еще. Наиболее такое интересное удовольствие из семи дней вы и сюда вносите. У вас два дня одинаковых получается. Но потом вы выкрашиваете, допустим, целых две недели только на путешествия. Когда у вас 14 недель накопили по одному дню путешествий, вы можете позволить себе двухнедельное путешествие. Короче говоря, приступайте к получению удовольствий с точки зрения не желания их получения, а надобности их получения. Потому что желание их получения в вас с детства забивали. И именно удовольствие больше всего-то, наверное, человек и развивают. Просто при слове удовольствие, это еще, как я уже сказал, вбили одну вещь в голову, приходит сразу какое-то скотство. Если удовольствие, то обязательно деградация. Нет, я же говорю, что 80% это развитие. Намного большее, чем, собственно, то дело, которому время. Так вот, заставляйте себя. Это и будет давать расширение личности, это будет давать расширение сознания. Потом вы к этому привыкнете. В какой-то момент классическая музыка вам будет нравиться. Но до какого-то момента вы будете эту классику слушать, не понимая. Она вам будет шумовым загрязнением казаться. А вот какая-нибудь попса гребаная будет казаться как раз музыкой. Вот, какая-то икра тут. Говнеца, говнеца, пожалуйста. Это вот реально, как Иван Васильевич протянули, что там черное, красное, заморское, баклажадное. Вот то же самое. Вы будете дерьмо хавать сейчас, потому что мы на дерьмо заточены. Вот, поэтому, друзья, чтобы быть счастливым, подытоживая, надо себя заставлять.